В этом видеоролике мы поговорим о том, как инвестиции и финансовое планирование могут помочь профессиональным спортсменам в управлении личным капиталом. Это еще интересно и потому, что у спортсменов, естественно, есть ряд особенностей, и сегодня Евгения Белякова, чемпионка Women NBA, чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка клубного чемпионата Европы, капитан женской сборной России по баскетболу, расскажет нам с этой стороны вопроса много интересных фактов. Поэтому в этом видеоролике мы расскажем о том, как можно подготовиться в финансовом плане для того, чтобы после окончания спортивной карьеры вы могли сохранить свой привычный уровень жизни, свой и своих близких. Они думали постоянно о том, куда вложить деньги, как заработать, как сохранить этот желаемый уровень дохода, чтобы заниматься действительно тем, что вам нравится, а не быть узником обстоятельств, так сказать. Жень, спасибо тебе, что согласилась на интервью, нашла время. Я очень надеюсь, что эта тема будет очень интересна не только действующим профессионалам, кто уже находится в спорте давно или только начинает, но вот особое внимание хотелось бы уделить тому, что молодые спортсмены, которые только начинают, стартуют свою карьеру, возможно, еще даже не думают о том, что эта часть вопросов может быть действительно важной. Да, то есть это может казаться очень легким, простым, но вот очень интересно услышать именно твое мнение, потому что ты являешься, с одной стороны, опытным спортсменом, с другой стороны, ты являешься успешным спортсменом, и это тоже немаловажно. Да, и вот в связи с этим у меня к тебе первый вопрос. Вообще, вот как ты пришла к тому, что инвестиции, фондовый рынок, финансовое планирование, это, в принципе, важно, да, и этому есть смысл, и стоит уделить внимание. Вот очень интересно. Ну, привет еще раз. Спасибо, что назвал все мои регалии и заслуги правильно, без ошибок, это большая редкость, мне очень приятно, да. Ну, сразу, если перейдем к делу, к ответу на твой вопрос, я думаю, это всегда будет основано на личных стереотипах каждого человека и на личном опыте, и, наверное, культуре в его семье. То есть мне очень повезло, у меня папа является, наверное, таким достаточно образованным в финансовом плане и очень организованным человеком, и в то время, когда, наверное, он увидел, что у меня стали появляться заработки, которые уже носили такой характер, не просто там потратить на повседневные будничные расходы, вот, он сразу мне советовал, взялся, так грубо говоря, за меня, и сказал, что вот, наверное, стоит подумать, что не всегда так будет, как вот так будет. В будущем. Да, стоит подумать, то есть это нормальная ситуация, когда вот ты тоже осветил тему по поводу молодых игроков, что им стоит задумываться, ну, когда я, будучи была молодым игроком, я об этом не задумывалась, то, что я буду делать, если я начну зарабатывать. Понятно, я всегда знала, что я буду делать, это очевидная вещь, да, куплю папе машину, куплю себе машину, у меня была однозначная мечта купить папе, в первую очередь, машину, мне всегда казалось, что папа себя немножко ущемляет в этом, что, будучи, наверное, таким тоже успешным человеком, он достоин вот какой-то там супер-супер-машины. Ну, он, как любой родитель, наверное, хочет сначала своему дитя, да, дать максимальное. Да-да-да, получилось так, да, что папа, наверное, ну, я говорю, он был очень грамотным финансовым, не был, а есть в очень грамотном финансовом плане, и он всегда расставлял приоритеты, вот как сейчас мне, и как я сейчас понимаю, более правильно, и когда я была молодым игроком, у меня была мечта, папа, конечно же, не понимает, что ленд-крузер, самая классная машина, и он должен ездить на ленд-крузере, и первая моя мечта была купить ленд-крузер папе, вот, мама у меня не умеет водить, потом маме не надо было покупать ничего, ну, может быть, там, мы бы отделались сережками с драгоценностями, купить себе машину, понятное дело, что это культура, опять же, в семье вождения, она была для меня очень важна, и, наверное, обеспечить себя каким-то жильем отдельным, да, и что, опять же, мне очень повезло, папа меня в этом плане подстраховал, мне не надо было думать об этом тоже, и когда появились первые заработанные деньги, и мое первое желание купить папе ленд-крузер... Ну, вот что, хорошее желание, мне кажется. Да, папа посадил меня дома за домашним чаем и стал объяснять о том, что... Серьёзно? То есть, вот он так основательно устроил тебе беседу? Это было... Ну, я говорю, что действительно мы разговаривали на эти темы периодически, да, там, ну, наверное, так, более поверхностно. А здесь я помню вот этот разговор за чаем, и на что папа говорит, ну, знаешь, есть такая... в жизни такая особенная вещь, что помимо того, что ты хочешь когда себе что-то купить, ты это покупаешь, это надо ещё обслуживать, это надо уметь с этим себя вести, за этим ухаживать, и говорит, то, что мы сейчас купим там ленд-крузер, это ещё не значит, что мы сможем его правильно обслуживать, что мы не будем тратить очень много времени и денег, и нервов, самое главное, да. Это было то время, когда машины угонялись, ого-го как. И я могу рассказать ту историю, что в этот момент у меня угнали старую машину. Серьёзно? Такое было? Да, у меня была, да, Honda CR-V, её у меня угнали, несмотря на это, мне казалось, блин, ну, что угнали Honda CR-V, ленд-крузер же не украдут. Ну, я к тому, что папа в этот момент меня очень здорово как бы остановил своими вот мудрыми такими советами и замечаниями. Понятное дело, что там через два года, когда я говорю, ладно, если ты не хочешь, давай я себе буду покупать машину, вот именно такую, какую я хочу. На что папа говорил, да, ты можешь купить, какую ты хочешь, но не обязательно, это должен быть премиум-бренд. Ну да, да. Это должно быть удобно, комфортно в обращении, да, действительно, и удобно для семьи тоже, ты не можешь быть эгоистичным, купить себе там аудио-ТТ, потому что он говорит, а как мы, папа у меня тоже высокий, говорит, как мы с тобой вдвоём, мама и сестра, ещё там племянник, говорит, как вообще все поместятся в твоё аудио-ТТ, давай ты не будешь эгоистичный тоже. Машины — это средство передвижения для тебя и для всей семьи тоже. И опять же, следуя папиным советам, вот это моё первое финансовое, наверное, было таким большим шагом. Коучинг такой, да, первый финансовый? Да, и первый большой финансовый шаг — это была покупка машины, которой сейчас 10 лет, 10 лет этой машине, мы на ней до сих пор ездим, и потом она перешла, как бы мне показалось, что она нужнее моей сестре, но тем не менее, это был такой настолько грамотный шаг, что она сейчас абсолютно, наверное, так же имеет ту же ценность, ну, сама машина как средство передвижения. И я имею в виду, что это было очень настолько грамотно, что когда, наверное, с прошедшим временем я понимала, что папины советы очень классно работают, и дело коснулось непосредственно уже отдельно финансового планирования по поводу, там, уже не покупок, а именно какого-то законсервированного, консервирования результатов, и папа мне всегда спрашивал, говорит, а что потом? Говорит, хорошо, а что потом? И когда я действительно хотела задуматься о том, что потом, папа мне здесь тоже очень хорошо помог и наставлял, поэтому, да, я пришла в инвестиции с помощью папы. Да, кстати, вот это тоже такой интересный вопрос, то есть есть какие-то базовые вещи, потребности, то есть когда захотел, заработал, пошёл, купил, мне кажется, без этого нельзя, ну, то есть мы живём, работаем для того, чтобы как-то улучшать там свой уровень жизни, возможно, да, где-то излишки вот от этих, папа тебя как раз оградил, ну, более осторожно, может быть, да, с самого начала заставил относиться вот к деньгам. А вот следующий шаг, да, в общем, ты говоришь, вот когда уже базовые вещи себе обеспечил, там, какие-то минимальные цели, вот когда ты стала задумываться о том, что делать вот с другой частью, да, капитала, уже, который можно там законсервировать, как ты говоришь. Очень интересно, вот как в твоём окружении, допустим, да, вот профессионалы тоже, какие вообще вот популярные самые есть инструменты, почему они их используют, да, ну, вот тоже можешь как-то немножко поделиться, рассказать, интересно. Будучи молодым игроком, я видела, что делают взрослые игроки, да, которые уже близки были к завершению карьеры, понимала прекрасно, что не хочу оказаться, но это был, наверное, когда плохой пример, хороший пример, лучше, чем никакого примера, и я видела, что и с чем они сталкиваются после завершения карьеры, и меня это пугало, я как бы, наверное, я тут задумывался, почему так, то есть меня действительно пугала эта перспектива. Слушай, а что тебя так пугало? Что же примеры такие? Это пугало перспектива, во-первых, ну, наверное, не то, что... Я не думаю такое, наверное, отношение к деньгам, да, когда там потребительское, да, что там захотели супермашину, захотели там какой-то суперотдых, супер там, ну, что-то премиум, действительно, наверное, излишнее такое ж, излишнее, чтобы почувствовать что-то статус или успешность свою, да, а потом, когда резко карьера, она же не сразу заканчивается, опа, закончилась, она же, ты же вначале играешь за клуб, который уже не может позволить себе такую зарплату, потом ты уходишь вообще в какой-то клуб, где просто какую-то зарплату получать, потому что ты не представляешь, что такое жить без ежемесячного дохода. Вот, и я видела вот этот вот, наверное, после курортов каких-то, да, самых шикарных, я видела, когда людям вообще даже, может быть, не было каких-то финансов ехать вообще там с детьми отдыхать, то есть меня это очень сильно пугало, потому что, ну, вот опять же, да, из какого-то упада, слишком большой разрыв, разрез, и то, что я видела, что предпринимали, наверное, на тот момент более взрослые игроки, мне не очень нравилось, опять же. А что предпринимали? Да, вот это не было принято, вот что я сейчас вижу, например, в своем окружении больше, возвращаясь к твоему вопросу, я вижу, это, наверное, покупка недвижимости, одна из основных таких... Популярная. Самых популярных. Топ один. Топ, топ, это однозначно квартира, кто более амбициозный, офисные помещения, и кто самый амбициозный, это торговые площадки, торговые помещения в торговых комплексах. Ну, это, опять же, как я и говорила, дело личного каждого культуры, опять же, в семье культуры, как кому что удобнее. Ну, я могу сказать, лично для меня этот инструмент был абсолютно неприемлем, однозначно, потому что я, наверное, не хотелось, я не видела человека, кому я могла доверить бы эти все дела, да, то есть это все равно надо следить за этим, кому сдавать. Опять же, если мы говорим о квартире, личной квартире, вот это отношение к предметам в этой квартире, это очень важно, то есть, и я понимала прекрасно, кому бы я передала, там, свои дела, может быть, человек. Мне, опять же, не хотелось вмешивать свою семью ни в коем случае, это лишняя морока, которая... То есть озадачивать их дополнительно? Дополнительно, да, это лишняя морока, которая, ну, наверное, и для семейных отношений тоже, ну, не нужна абсолютно, вот. И нанимать кого-то со стороны, это, опять же, разность ценностей, то есть мне не хотелось, я не представляла, что вот как объяснить кому-то, что вот надо найти таких жильцов, кто будет жарить что-то, а потом за собой каждый день протирать, не раз в неделю, а каждый день протирать. Это очень сложно, однозначно, и, ну, я сама понимаю, может быть, и я сложная в этом вопросе, именно поэтому мне не подходит этот инструмент. Но, как бы, я, наверное, ну, не сразу остыла, то есть я не могу сказать, что это такое рациональное решение, которое вот я так же зачем с папой подумали и решили, да, это мне не подходит. Нет, я могу сказать, что я возвращалась каждый раз. Блин, ну, как-то, наверное, раз все делают это разумно, это, может быть, работает, но, опять же, прошедшее время, как говорится, показывает все и расставляет все на свои места, видя, как, например, если такая есть острая необходимость в капитале, и люди не могут избавиться от своих... Активов. Да, вот этих активов, которые являются недвижимостью, даже если это просто квартира, я вообще не говорю о торговых местах или об офисных помещениях. И это, ну, и то, например, та часть, которая тратится, ну, те деньги, которые тратятся на покупку этих квартир, они, наверное, в месячном эквиваленте, они вообще того не стоят. То есть можно потратить огромные деньги на покупку офисного помещения. Во-первых, его сдать тоже очень сложно, опять же, учитывая нашей стране, это кризис, не кризис, и, к сожалению, я видела те сложности, которые, вот, говорю, мои... Да, вот интересно просто, как вот у твоих коллег, да, вот с чем они сталкивались, да, вот, допустим, то есть или они были там кто-то доволен, кто-то недоволен, это у всех по-разному, или все недовольны, или, наоборот, все довольны, или никто не скажет, что он недоволен. Ну, конечно, вряд ли хочется признаться, что, блин, здесь мы ошиблись, и, опять же, нет так много инструментов, которыми мы можем пользоваться, ну, мы можем как спортсмены пользоваться, мы, наверное, в этом плане абсолютно не образованы, к сожалению. Это, наверное, один из недостатков тоже и большого спорта, почему я сейчас перескочу на другую тему. Когда я играла в Америке, через две недели после нашего пребывания уже в сплоченности команды, у нас была обязательная встреча с инвесторами команды, со спонсорами команды, с представителем мелкого бизнеса, то есть это был огромный зал, где люди такого высокого уровня нашли время для нас, спортсменов, и они нам рассказывали о необходимости того, о том, что как нам планировать свои финансы, как правильно к ним относиться, и вообще там какие бизнесы, какие варианты, спонсорство, инвестиции, что существует. То есть даже в Америке тоже вот это образование с финансовой точки зрения со спортсменами происходит. Это очень важно, потому что даже в Америке я подумала, блин, может быть, что-то, что-то и там нужно, интересно. Но я понимала прекрасно, что мой контракт в Америке будет не таким долгим. Да-да-да, и к тому же у меня в это время в России работают инструменты, поэтому в Америке мы отказались. Жень, пока далеко не ушли от этой темы, очень интересно, мне кажется, особенно для тех, кто в России, не каждый же наверняка ездит в Америку, будь даже на сезон поиграть. Но вот то, что ты сказала, что помимо спортивной составляющей, которая, я уверен, там тоже на высоком уровне, уделяется внимание и вот таким вещам, как работе с финансами, с капиталом. А вот с какого возраста там у них это принято, да? То есть это только для тех, кто уже состоялся как спортсмен или вот, возможно, знаешь ты или нет, да? Это раньше гораздо у них как-то вот... Ну, это лёгкий вопрос, потому что Америка вообще страна, да, с самой развитой экономикой, и, соответственно, в семье уже строятся такие достаточно базовые экономические отношения. То есть платное высшее образование, однозначно. То есть семья должна рассчитывать так, да, свой бюджет так, да, что если у них есть ребёнок, и они хотят, да, образовать своего ребёнка, они должны так рассчитать, что этот ребёнок, за это образование надо платить. Это не дёш... вообще очень не дешёвая ситуация. Единственный вариант есть избежать этих расходов, если ребёнок занимается с профессиональным спортом. Тогда у него появляется скалоршип, это такой инструмент, который используют университеты в Америке для, грубо говоря... Получение стипендии, да? Если ты хорошо играешь, представляешь университет. Да, да, да. То есть ты играешь, и, грубо говоря, ты получаешь напрямую не деньги, а возможность обучаться бесплатно. То есть плюс у себя ещё должны быть хорошие оценки. То есть ты не можешь плохо учиться, играть в спинжоу. Да, я потом слышал. Да, то есть если у тебя двойки тебе оставляют, тебя не допускают к играм, если ты не играешь, тебе могут не оплачивать учёбу. То есть там целые, очень много правил. У них не поэтому в Америке такие огромные юридические отделы именно в колледжах. Это всё правильно. И это, соответственно, отсюда ведётся, что, наверное, будучи студентом, не приходится спортсменам сталкиваться с финансовым планированием, потому что за них уже всё, система всё продумывала. Уже всё спланировала. А когда они выходят уже в большой спорт, то есть их всё равно культура уже есть такая. Сама подразумевает, да? Подразумевает, да, что у них нету, наверное... Ну, потому что уже понятно, что играешь для того, чтобы там зарабатывать, чтобы получить образование. Дальше я встречала, опять же, всех американских игроков, с кем я играла. То есть у них есть у всех финансовые консультанты. То есть это нормальная практика? Да, да, и говорю... И опять же, может быть, когда я это встречала в России, они мне об этом рассказывали, я думала, ну, наверное, там, у тебя так много денег. Я не знаю, или ты там, может быть, действительно в этом там запутался, тебе некому подсказать, действительно вам нужен там финансовый консультант. Но когда я говорю, я была сама в Америке, и прямо на первой же встрече, ну, на первой же двух неделях собрания в команде произошло это собрание, и объяснили вот про то, как, да, можно купить себе машину, можно купить себе ещё что-то, но это не как раз-таки... Ну, я понимаю, опять же, почему тоже. Опять же, история американского спорта знает очень много историй, когда, ну, ты знаешь, после выигрыша в чемпионате Америки дают перстень, да, который украшен бриллиантами, там, всевозможными камнями, драгоценными. У него есть номинальная стоимость какая-то. И, наверное, самое печальное, когда в ломбардах и в таких закупных заведениях относят эти перстни, да, что говорит о том, что спортсмены не могли правильно построить свои финансовые потоки, как-то выстроить, да. И, к сожалению, после завершения карьеры, ну, скорее всего, после завершения карьеры, они относили даже перстни свои, чтобы заложить их и как-то на эти деньги там продлить. Существовать, да. Да, свою. То есть, я думаю, таких примеров было очень много, и история, опять же, знает таких примеров миллион, но американская история однозначно, в русскую не будем углубляться, у нас немножко по-другому всё было. Но, тем не менее, отсюда финансовое планирование уже состоявшихся профессиональных игроков занимает в Америке огромную роль. И я могу сказать, что я не просто там решила, что я не буду вкладываться там, ну, не буду там рассматривать своё, своё участие в американских, да, там каких-то рынках, в американском бизнесе или ещё что-то, а это действительно мне приходилось объяснять. То есть, мне приходилось, потому что меня спросили, там даже был актовый зал разделён на шесть разных секций. Секция малого бизнеса, секция инвестиций, акции облигаций, секция таких, наверное, прямых инвестиций, спортивные какие-то сооружения, команды. И нас просили подойти к каждой секции, поговорить с представителями этих сообществ, выбрать для себя самое интересное и оптимальное. Да, и когда я, конечно же, пообщавшись со всеми, села и никого не выбрала, то есть, ко мне подошёл менеджер клуба и говорит, почему? То есть, это не просто было там, что было ненормально, что я это не выбрала, вот, а ненормально, что я это выбрала. Поэтому в Америке это очень развито, и, конечно, отсюда нам надо однозначно брать пример со штатов. Да, потому что, возвращаясь к нашему вопросу, а что у нас? Я говорю, что, понятно, наверное, жаловаться в этой ситуации сложно, да, там, что есть офисное помещение, ну, например, да, у кого-то из спортсменов есть какие-то активы именно в недвижимости, но проблема самой эксплуатации этих, этой недвижимости, то есть, это все думаем, мы думаем о том, что со стороны это ликвидно, легко продать. На самом деле, если это не какие-то минимальные метражи, то это очень сложно продавать, а понятно, что, будучи, когда ты покупаешь, ты хочешь заработать, и, соответственно, ты хочешь купить больше метраж, и на этом ты как раз-таки, ну, что я вижу, опять же, что на этом и больше всего ошибок происходит. Основные риски в этом, да? Да, 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 происходит. То есть, офисные помещения не сдаются, или сдаются совершенно не по тем ценам, которые ты рассчитываешь. Планировались, да. Они все ожидают, чтобы выкупаемость, как минимум, это все, ну, это, как правило, не один из этих, наверное, инвестиций, я думаю, что так в итоге не окупился, к сожалению. То есть, это сложно, вот я разговаривала и видела, я говорю, что это на самом деле, и поэтому я сделал вывод, что это вообще мне не подходит. Да, вопрос вот еще времени, да, ты говоришь о том, что там какие-то площади, тем более коммерческие, коммерческие, то есть насколько вообще у спортсмена, какое вообще время есть для того, чтобы чем-то вот заниматься, будь то там инвестиции или недвижимость, ну вот в принципе, да, сколько на это остаётся времени, вот по факту, поделись, да, насколько ты действительно загружена, вот там взять сезон, да, когда у тебя идёт, как вот? На самом деле это тоже кажется, что я всегда говорю, рассказываю людям, кто мало там связан со спортом, что там после тренировки поспать, надо обязательно всё говорить, блин, столько времени, что можно поспать, это необходимый элемент нашей, ну, нашей рутины, наших будних, будней спортсмены, если ты не поспишь, это самый лучший восстановитель, то есть они будут даже элементарно голова соображать, у нас всё-таки нам надо иногда думать, не просто бегать, соответственно, если так подумать, наверное, если я сейчас буду рассказывать о своём режиме дня, предоставится там полная абсолютная картина, что у меня очень много времени, я могу сидеть, там, разлогоствовать, подписывать какие-то там сканы, смотреть квартиры или ещё что-то, на самом деле далеко не так, учитывая, что у нас очень много путешествий и поездок, то есть мы вообще не располагаем, ну, профессионально ты имеешь в виду поездок, да, я имею в виду, что да, игр, то есть у нас элементарно всегда, каждую неделю я уезжаю куда-нибудь играть, то есть не в каждом отеле есть элементарно очень хороший интернет, да, чтобы посмотреть, там, ну, если мы будем говорить о каких-то там, ну, опять же, если мы говорим сдавать в аренду, то есть это надо как минимум быть в контакте всё время, кому сдавать, что это, но это, мне кажется, у профессиональных спортсменов времени вообще очень мало, и поэтому мы всё сводим к достаточно простым таким вещам, что нам хочется максимально от себя это оттолкнуть, делегировать, чтобы это было пассивно и просто, то есть это вот ключевое. А если ты делегируешь, то это или человек кому-то очень сильно доверяешь, или это должно быть простой инструмент, который ты можешь очень легко наблюдать и следить за ним. Отслеживать, да, потому что, опять же, что касается всех арендаторских вещей, всё равно здесь очень важен контакт человеческий, а без, как это, это сложно сделать, будучи находиться там, находясь по полмесяца в Европе, ну, и опять же, концентрация на игры, это сложно думать о том, что тебя где-то там нагрели, там не сдаётся офисное помещение или там, я не знаю, что-то надо придумывать с этой квартирой, потому что, не знаю, ТСЖ, не знаю, предъявляет какие-то, или там вас затопили, это же тоже какие-то проблемы, которые вот сталкиваются, и я не представляю там как, то есть затопили квартиру, которую кто-то, то есть это надо постоянно быть в контакте, а, например, игра, важная игра, и ты думаешь о чём-то, о затопленной квартире. Другому это, конечно, непозволительная роскошь получается. Конечно, да, и не у всех, наверное, и есть такие вот, ну, люди, кому можно прям настолько доверить, и опять же, это же как лишение жизни другого человека, как правило, ему же не будет полностью какое-то должно быть замещение личных дел, то есть, ну, это, наверное, опять же, говорю, для меня это было очень сложно, то есть, я не могу представить. Слушай, а вот интересно, да, ну, вот мы поговорили там, понятно, недвижимость топ-1, ну, вот инвестиции, да, вот для тебя, вот поделись своим, как бы, опытом, да, то есть, какие ты видишь в этом плюсы, да, какие, возможно, минусы, ну, то есть, вот расскажи, как есть, да, потому что, ну, во всём же есть там, и свои за, и свои против, да, и вот то, что ты сказала, что должен быть какой-то инструмент, который можно легко, там, всегда отслеживать, смотреть, как и что. Вот как это у тебя, вот, тоже поделись. Ну, я сразу начну с минусов. Давай с минусов, давай, давай. Ну, минусы, потому что, какие мы бы умные не были, какие бы, мне не хотелось думать о том, что, там, мне очень тщательно всё рассказывают, конечно, я до конца всё равно не понимаю, я, это честно, лично в моём опыте для меня это большой минус, что я до конца, для меня, наверное, вся эта система, весь этот рынок не является такой суперчистой, супер такой вот сеткой, куда я могу с закрытыми глазами сесть и кого-то ещё уговорить и объяснить, почему, там, акция «Газпрома», сегодня брать её хуже, чем, например, акцию, там, там, уже, не знаю, ВТБ. Ну, это логично, да. Ну, например, то есть, к сожалению, но я понимаю, опять же, это, наверное, не мой профиль, да, если, там, я сяду объяснить, что такое пикин-ролл, все баскетболисты поймут меня, что это такое, то, наверное, здесь я смогу, а там, и это нормально, но, опять же, меня это задевает, потому что это мои деньги, и мне бы хотелось... Хочется вникать в это больше. Абсолютно, да, и опять, ну, и, может быть, тоже здесь такой соревновательный дух, я об этом не думала, что как-то так, ты знаешь, лучше, почему, там, облигации, надёжнее акции, мне это вообще, мне кажется, там, мне даже обидно, это должна была в школе ещё проходить, наверное. Наверняка проходила, просто забывается. И, к сожалению, это, наверное, для меня большой минус именно информативный, вот такой вот, что я чувствую себя бараном, когда с этим сталкиваюсь непосредственно. Опять же, если, там, очень повезло с финансовым консультантом, как мне, например, или, там, с папой, да, то есть, когда есть люди, кому ты можешь доверять, и тебе очень могут объяснить всё, тогда это нивелируется. Я не могу сказать, что это уходит окончательно, честно, но это нивелируется, чуть-чуть становится меньше, здесь, наверное, вот этот вот минус для меня, он становится меньшим, и тогда, вот, тогда я могу уже перейти к плюсам, да, что для меня однозначно это такой вариант, ну, доверие, опять же, мне очень повезло, что у меня сложились с тобой такие отношения доверительные, там, и это, наверное, огромный, огромный плюс тебе, что ты так усмел расположить и, наверное, не настаивал, да, никогда не лоббировал, да, какие-то свои интересы, то есть, это было достаточно всегда открыто, и, грубо говоря, всегда чувствовал, что выбор всегда за мной, как, почему, и если я что-то, я помню, никогда не забуду, это анкета первый раз, которую заполняла, и там было, что риски, да, и что я была такой очень консервативной, вот, и с одной стороны кажется, ну, будучи, опять же, спортсменом амбициозным, кажется, что да ладно, да не так всё, это же там какая-то часть, да, то есть мы же понимаем прекрасно, что мы не можем тоже там все какие-то, все свои активы помещать в одну корзину, да, то есть это же какая-то часть, но с другой стороны, ну, не хочется тоже быть суперрискованным, да, и опять же, и мне очень повезло, опять же, что это был ты, кто мне, ну, грамотно очень всё объяснял, и у меня появилось это огромное доверие, и я не знаю, наверное, 100% рынок вот этих ценных бумаг, и вообще вот эта платформа состроится на доверии, на личном доверии со своим консультантом, то есть если этого нету, то очень сложно, а это всё складывается из мелочей, да, то есть если ты мне пишешь, Женя, пришли скан, и я тебе не отвечаю, ты мне не пишешь каждые 15 минут, где скан, где скан, где скан, Женя, приём, алё, алё, ты не звонишь, то есть ты прекрасно понимаешь, что я занята, соответственно, я понимаю, что ты уважаешь и понимаешь моё время, мою ситуацию, то есть ты терпеливо ждёшь, да, там, когда я отвечу, тебе скана нет, я не знаю, где принтер, без сканера в этом отеле, например, как, ну, там что-то такое, да, ситуация, то есть, и мне, ну, я говорю, почему я говорю, что это очень важный личный пример, ну, финансового консультанта, ну, личная его личность, я не могу сказать, что у меня были другие финансовые консультанты, но есть другие, да, наверное, направления, в которых я работала, где консультанты были менее терпеливыми, и, соответственно, я не могла представить, что мы можем дальше продолжать работать, потому что очень сложно объяснить, почему я не беру телефон пять часов подряд, очень сложно, да, игра, да, собрание, да, мне кажется, это само собой разумеющество, да, для меня, наверное, огромный плюс этого инструмента, в чем, где мы сейчас находимся, это, ну, личный вот финансовый консультант и вот его понимание, кто я, что я и почему, ну, и отсюда само вытекает именно, неспособственно, сам инструмент, да, то есть мне нравится его лёгкость в обращении, да, расскажи, вот какие-то общие вещи, да, вот за время нашей с тобой работы, мы с тобой уже с 14-го года вместе работаем, и вот какой главный инструмент, да, вот ты используешь, мы о нём говорим, да, вот какие-то базовые вещи, вот облигации мы с тобой очень любим использовать, да, вот как ты себе это представляешь, как ты можешь вот своим коллегам, да, вот по цеху, так сказать, можешь сказать, что это такое, как оно работает? Моим коллегам по цеху на самом деле всё очень просто объяснить, типа обращайтесь к финансовому консультанту, он вам объяснит, он вам расскажет, да, то есть есть какие-то риски, и об этих рисках всегда говорят финансовые консультанты, то есть у нас тоже есть, наверное, такое недоверие немножко, но, опять же, здесь по-разному, то есть арендаторы же нам не предупреждают о своих рисках, там, ну, извините, мы свинью, там, типа, то есть они же не говорят так правильно, то есть мы когда сдаём квартиру, то есть мы об этих рисках даже не спрашиваем, а когда мы консультируемся в финансовом отношении, то есть мы всегда думаем, что нам точно так же что-то недоговаривают, но здесь абсолютно другая ситуация, то есть и в работу, то есть финансовый консультант заинтересован рассказать о всех рисках, потому что он также абсолютно точно также зависит от этих рисков, то есть если абсолютно он рискует точно так же, то есть не всеми деньгами клиента, а рискует своими деньгами тоже, потому что, непосредственно, он является в зависимости от денег, которыми обращается которыми помогает обращаться это надо однозначно понимать что здесь нет ситуации такой что ты кому-то это как это не просто банка то которому в принципе не очень интересно заниматься лично там твоим вкладом то есть да он получил деньги спасибо большое до свидания как бы и случае там до каких-то проблем с банком то есть это ну банк ничего не теряет да то есть он забирает себе себе выплачивать в минимальную какую-то сумму которая у него там прописано в контракте и все и это и наверное вот это на главное самое главное отличие ну из то что должны знать спортсмены однозначно по поводу разницы там облигации акции почему это тоже опять же должно лично выбор каждого да и опять же там мы всегда выбираем более консервативный до такой пакет где мы видим что там колебания не там не выходят за рамки какие-то да то есть мы этим наблюдаем спокойно и там да мы знаем что мы не заработаем там но у нас же цель стоит не заработать мы цель максимально сохранить плюс плюс заработать сверху да чтобы рассчитывая на то что через там энное количество времени на количество лет это будет приносить еще это будет работать и давать какую-то надежную стабильный пассивный доход когда стабильно даст поддержку которую мы не будем уже получать из контрактов и наверное для меня ну я думаю что вот это была главная мысль объяснить что финансовый консультант не человек который хочет на тебе нажиться и в то же время или которому все равно на твои финансы то есть финансовый консультант это человек который вместе с тобой пускается в это плавание и он точно так да то есть он ведет этот корабль да то есть и грубо говоря ты немножко тут сидишь и поддаешься вот ну то есть зависит но прислушиваешься естественно да 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 зависишь от его умения управлять этим однозначно с другой стороны как бы зачем капитану топить свой корабль то есть однозначно понимаешь и вот это наверное дает огромный пласт доверия вот и это надо понимать всем кто захочет войти пользоваться этим инструментом и опять же учитывая современный мир как мы общаемся и какая есть возможность там контролировать а не рублю это слово и наблюдать и мониторить монитор έно что происходит да то есть это очень легко вот что сейчас происходит да то есть мы заходим личные кабинеты там и личные кабинеты которые там если ты в них не заходишь это очень важно да не я в них если не захожу там больше неделям не приходит сообщения на поиска почему вы не заходитесь или у вас порядке Вот, то есть, понятно, я же не говорю про личного консультанта, который все время поддерживает коммуникацию, обновляет информацию, сам проверяет там, а ты заходила, то есть, это есть программа, которая еще тебе помимо финансового, то есть, финансовый консультант контролирует еще и программы непосредственно, да, то есть, тут тоже надо понимать, что здесь нет ничего, ну, какого, основанного на чем-то... Самотеке, да? На самотеке, да, и, наверное, основанном на чисто человеческом, нет, то есть, это все равно программа, которая там все рассчитывает, которая сама же напоминает тебе консультант, потому что, опять же, я уже жаловалась на это, что не чувствуешь себя иногда немножко, блин, зачем мне это, я ничего не понимаю, вот, финансовый, как бы немножко стабилизируетесь, с человеческой точки зрения, находит общий язык между тобой и вот этой вот машиной программы, которая работает, поэтому, ну, для меня именно этот вариант очень оказался, наверное, одним из самых интересных и оптимальным, да, потому что, ну, и, опять же, и вот личное, вот это вот личное наше знакомство именно непосредственно там, да, то есть, доверие такое, и вот сама легкость в управлении, то есть, я помню тот год, когда я уехала в Америку, потом сразу в Екатеринбург, ты находишься в Питере, напоминаю тебе, то есть, получилось так, что мы с тобой вообще в течение года не виделись, но, тем не менее, у нас связь была постоянная, и не было такого у меня ощущения, что там, да, как относишь, не знаю, деньги в банк, положил на вклад и забыл, забыл, что там происходит, ну, я знаю такие ситуации, когда там люди забывают, что у них, а, в том банке лежат деньги там, типа, да, там еще звонят люди из банка, вы не хотите забрать, типа, мы банк закрываем туда? Ну, например, или там, они автоматически пролонгируются, но это совершенно невыгодные условия там, и опять же, надо отслеживать, и тоже понимать, что банк это не те структуры, которые заинтересованы в том, чтобы мы именно заработали, они заинтересованы, чтобы мы отдали туда деньги, и все, как бы, и реально забыли про них, вот, поэтому, и вот это, ну... Отличие, да, пожалуй, такое? И самое для меня, наверное, важное такое отличие, поэтому это вот один из таких плюсов.